Девушки отдыхают 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 Ещё в кобуту без сомелье у нас стоит шкафов с тобой. Хорошо. Очень хорошо. Последний раз дядя Эльмут ушёл от нас обиженно. Что я ему такого сказала? Почему его даже задели мои слова революционно-настроном хвосте? По-моему, мамочка, пустее чем удивляться. Дядя Эльмут стоит на позициях национал-суциализма. Я не могу сказать, мамочка, во всему прочему, он грезит идеи этого рода сения в Древней Германии. А это то, мамочка, чем нынешние власти заманили миллионы немцев? Ну неужели он не понимает, а ведь ему политикой и культурой? Не по вереальности ухом? Не знаю, мама, но я боюсь за Олова. Он тот, кто волнует меня больше всего. А разве Олова как это связано с политикой? Мама, сегодня в нашей стране все там или иначе связаны с политикой. Тем более ученые. И наш Арман не исключили. О чем? Мама, наш Арман собрался на войну. Понятно. Пациентин. Проказание. Проказание. Коммунисты! Ты... Ты убьёшь меня? Убьёшь? Мама, не волнуйся! Хредит, как всегда, поднимает память! Я просто сказал, что буду воевать за Великую Германию! Прекрати! Великая Германия не может быть построена на руинах других государств! Они обрели могущество на нашем городе! Кто они? Как это кто? Враги Германии! Армур! Война не для нас! Не для нашей семьи! Я так не буду, моя мама! Я воню! Я потом от древних германских жителей! Замолчи! Я расстраиваю, моя мама! Какие-то из-за границы моего! Если что-нибудь случится, я этого не прощу! Ты сама виновата! Анна! Анна, послушай меня! Если мнение твоей сестёр тебе ни о чём не говорит, и ничего не значит! Ты единственный мужчина в нашей семье! Носитель в помине предков твоего отца! Мне не дарю вас покорить! Моего гады, как ты знаешь! Он пропал здесь! От твоего отца не осталось ничего, что принадлежит твоему могилу! Бог мой разорвало всё его тело на куски! Неужели от тебя мне должны достаться? Господи! Господи, спаси! Сохрани! Лучше я сама не буду в могилу, у кого есть вера, чем с того что-то случится! Может быть! Я тебя успокою! Мама, не переживай! Я не хотел тебя расправить! Ну просто все мои сверстники вступают в дыры вдруг! Родители сами приводят их назад из бандиней очей! В школе меня часто спрашивают, почему я до сих пор не вступил в ряды молодых сторонников выгода! Не коммунист, а я и мои родственники! И поэтому ты решил идти воевать с коммунистами? Да! Но я и вправду не горюю! Арман! Арман! Кого? Ты можешь ненавидеть мои воды! Господи! Арман! Ты не должен никого ненавидеть! Слышишь? Никого! Нашего врагов Вейхана! Нашего врагов Вейхана! Нашего врагов! Вы ведь фюрер! Ясно обослачу наши цели! И цель нашу врагов! Ты слишком еще молод, Арман! Чтобы думать о политиках фюрерга и Арман с нас, пойми ты! Нет, мама! Я не хочу и не могу быть белой бажонной в коллективе! Пойми ты уже наконец, мама! Ничего! Ничего я не хочу слышать! И так все ясно! Если ситуация в стране не изменится, Вы скидки уедете из Германии! Что? Вот так вот! Ну дай себе, да! Я говорила с Вашим дядей! Двоё один брат у Вашего отца! У него есть все связи по миру! Всю заботу о Вас и о Вашей учёбе он должен собираться! А это? Элфрид останется здесь! За неё нам, слава Богу, не нужно испугаться! Интересно! А я-то Вам какую-то представляю опасность! Ходи-то никакую! Только Арман я одного не отношу! Хорошо ещё, что не вас крайне! Хотя, если наш Арман постарается, И опять во своём намерении идти воевать в Поршу или в Россию, Нас сложно отправить жить в Оково в скидкуру, Или с племенами Маори! Ну же, Арман, давай, дизай, дядь! Успокойся, Хэйди! Что ты несёшь? Вот ты и успокойся! И выкинь тебе бредни из своей головы! Тогда никому не придётся терпеть неудобства и менять свой образ жизни! Проснись, Хэйди! В каком мире ты живёшь? Это я тебя хочу спросить! В каком мире ты живёшь? Возомни тебя тут с дизбитом! Цвет, нища! Да замолчите вы, наконец, или нет! Что с моим горлом происходит? Я вас не узнаю! Как сцепись, Арманись! Хотя Ваша любовь и ненависть Никогда не знала звонить! Даже отношение Вашего отца и его сестры Вас не приняло! Тихо! 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 Ух уж эти машины, по богу. Вся заклада рекламе. Вся заклада. Никуда же, в колгарах! Я юрки. Отрабатывай, на улице. С кем? С этих колгарах, хамов! У них хам, обычные пальцы. В соседнем квартале нет нормальных партнеров. Почти все идиоты и лепуты. Что? Пытаешься с кого-то едим за счет других. Не скрывай себя, дуракан. Ты все понимаешь сам. Ты просто боишься стать деткой. Я не боюсь. Слышь, боишься. А ты такая бездрашная, да? Я не боюсь этих уроков. И вообще, я никого не боюсь. А что, что ты ко мне пристала? Армия. Прекрати, ходи твои эти ножа. Займись учебой или экспозициями? Да не лезь ли я в политику. Я просто хочу быть болезнью в своей стране. Так и все другие парни и девушки. Кстати, а почему ты не боишь на собрание молодежи? Еще чего не хватало. Ты ведь сама ответила с древней германскими. Слушала речи консерван. Теперь это что произошло? Произошла катастрофа. Что ты пишешь? Все равно ты не поймешь. Я пойму. Прежде всего, ты должен пригореть шляпки со своими дружками. Это не имеет отношения к политологам. Еще как имеет? Каким образом? Молодежь страны сознательно осягнут в болезни, чтобы потом использовать ее против кого-то издав. Понимаешь? Энездаф – это и есть Германия. Не говори на пол, чего ты и не знаешь. Ладно. Мне пора тоже поговорить. Когда больше? Когда вернусь? Армия, подумай о том, что я тебе сказала. Хэй, здесь нечего есть. Или комисс, или Энездаф. Я выбираю национально-социалистическую немецкую рабочую парку. Ты никто, чтобы выбегать. Сама ты никто. Армия, нам нужно серьезно поговорить. Обязательно. Обязательно. Хэй, милая. Мне кажется, ты слишком унижаешься. Что значит, я довольнуюсь? Вы же сами только что лишили его права выбирать в какой стране жизни. За одно сменение. Да, но ты иногда переходишь к границе вообще без него. Заяваешь, что он маленький, и он выбрал. Да, он мой брат. И поэтому я скажу с ума, когда я вижу фанатизм его глаза. Слышали мы безумные речи. Слышали мы безумные речи. Мы все стали за то, чтобы деньги заключили. И тот он заключили. Но, возможно, нам старшим, как извините, не все. Нет, почему? Пожалуйста. Объясняй. Я не перетендую вам, что вы говорите. Галка, что полагает. А вот в этом не помню. Сегодня вечером мама полагает. В связи не проводится. Он должен понять, что силы оружия не решит ядинка. Саша, это ведь не ему нужно объяснять. Я понимаю, что он говорит. Он позволит нам донести эту мысль до него. До его сознания. Боюсь, что его сознание. Балгартийте, кто ставит себе индивиду. Понимаете? Но не будет ли такой бессимейский признак? Все в руках можно. Простите. У нашего брата сейчас нужно перегородать. Да, но переход на его взрослые печи. Фанатизм, может быть. Больше это напугает на настоящий. Знаешь, Хэйзи, я бы не сказала, что Анну и фанатик. Максималист? Да. Между максимализмом и фанатизмом дистанция в один неверный шаг. Да. В наше время мы все делаем неверный шаг. Но тут уже оба открытия. Порой даже невинный юношеский максимализм. Это скользкая дорога, это проект в области. Хотя наша мама еще ничего не сделала. Все еще впереди. Мутная черная область. Слитки любезосы. Втягивают в свою орбиту миллионы внутри его суммы. Мутная черная область. Я устала в этом занятии. Я не знаю. А еще тут стоит почищать мозги ранен. Сегодняшний парадик. Да. Пусть нашли овки. А я пойду спать парадчик. Спать пошла. Голова развалилась. Поешь? Что это будет? Я уже не зналолучен. Вроде ты расстроил видео. Вроде где-то своё время. Там уже хорошего дня. И все это звучит. Спокойно. Радио целый день не включали. Саша, я думала, что сейчас самое время поговорить с Органом. Зам, а ты поговоришь? А в чем дело? Наш армия попал под влияние предыдущих пропагандов. Говорит, какие-то новости собирается на войну и ударится в изучение древнегерманских книг? Первое, это, конечно, плохо. Но в изучении книг ничего страшного я не вижу. Если, конечно, это не та самая фульгарная версия пропаганды. Как раз на мерусти. Вот дело меняет, товарищи. Надо будет серьезно поговорить с Органом. Так, ничего. На следующей неделе мы собираемся у профессора Абрея. Покажите. О, Господи, на следующей неделе может быть слишком поздно. С ним нужно поговорить и лень. Сегодня же пока огонь на ломал дорогу. Мама, как огонь. Согласен. Но и от этой возможности отхазываться не стоит. Здравствуйте, Володя. Здравствуйте. Мама. Пришло у нас в цепи. Цепи, здесь поедешься на львове дедолюк? Нет, мама. Мы уже на другу Штефана. Его мать приготовила сосиски и овощей на раку. Правда, я его не стал есть. Но на сосиски Пагдалёва. А? Да, мама. Что значит Пагдалёв? Что это за слова? Откуда это? И почему? Когда тебя дома живут и должны находить оттенную сухую? Мама, ну Штефан не чужой. Он живёт в соседнем квартале. Ладно. Ну ладно. Где ты ещё был? Ну ещё я был в Тире. А потом ходил на собрание молодёжи. Мама, что ты забыл в Тире? Мама, ну как же я должен научиться стрелять? А если завтра война? И меня просит на фронт. А я весь под газов. Мишень для врага, мама. А, ну какая мишень. Какая мишень. Какой Дире. О чём ты говоришь? Сколько раз мы с тобой говорили об этом? Сколько раз мы это обсуждаем? О, ты слышишь? Поговорили, поговорили, Бог мой сын. Поговорили. У меня силы не больше. Армур. Ты находишься в том возрасте, когда в армию ещё не призывают. Скоро всех будут призывать. Вот увидите. Ну, когда начнут призывать, тогда и будешь контролировать. Ну, ведь каждый мужчина должен уметь стрелять. У вас можно? А ты умеешь? Я уже неплохо стреляю. Сегодня я выберу. Детей из трёх десятков. Это хороший результат. Вот и отлично. А, этих навыков для меня вполне достатки. А теперь займись умственной подготовкой. Ведь настоящий богин должен многое знать. А для этого мы со мной почитаем, и долго учиться. Но нам читают на собраниях. Иногда по 20, иногда по 30 часов в день. Я говорю, а другому? Чтение. Чтение. А, но раньше я много читал. А сейчас тут ты перестал читать. Ну, потому что время от нас требует действий. Мы не можем оставаться в стороне от событий, которые происходят вокруг нас. Любая информация должна превращаться в действий, в активную лепку, а не просто оседать в отделах головного воска. Кого ты децеприровал сейчас? Ты запомнишь? Ну, нам это говорили на собрании. А я запомнил. А, у тебя прекрасная память. А? Предлагаю тебе пройдиться. Проверить твою память на знание нашей истории. Одновременно послушай. Интересно, в людей хорошо знаешь, культуру древних германских времен и необыкновенную мифологию. Интересно. Давай интерпендиром современную политическую ситуацию, ситуацию в мире и другие волнующие нас вопросы и наше общество. А кто будет принимать экзамены? И по какой программе мне готовится? Принимать экзамены будут настоящие профессоры. И я тебя сниму и поздохну. Это замечательный эффект. Цвет немецкая и нац. А готовиться ты будешь побыть в моей библиотеке. Вот это да. Не удивляйся, мы еще побываем с тобой на музейном острове. А пока, а карма, не отвлекайся на внешние обстоятельства. Попробуй дай мне с этим садушку. Ты узнаешь многое, чего раньше. У вас будет время каникул скоро, если я не ошибаюсь. О, да. Пятница, последний день, чё? Два дня осталось. Вот и отлично. Саша, ты завтра будешь дома? Да, да, я тебе помогу. Завтра отправлю в первый папью книг и список того, что он отрежит в прочее из курьера. Встретим, пожалуйста. Хорошо. Саша, я хотел бы с тобой поговорить на едини. Ну, что ж, вы тут беседуйте, а у меня дела готовы. А вот и идем. Пойдем. Идем, мой родной, идем. Спасибо, друзья. Спасибо. Не стоит благодарности. О, нет, почти зашел в свой пиджак. Саша, ты не очень понравился. Ты понимаешь, что наступает служба инкриминарная? Наша судьба находится в подругу. Да что говорит судьба германина? Саша, ты самый дорогой для меня человек в мире. Разумка с тобой стала быть для меня инкриминарным и скрытать. Почему ты можешь помочь? Мы помогли. А значит, нам ничего не стоит сочетаться за годный брак. Я считаю, что вы должны находить пожениться. Саша, выходи за меня зашел. Я начну доехать. Я согласна выйти за тебя. И самый лучший, и самый счастливый для меня. Но ты должна пообещать хоть что-то и уедешь. Самый лёгкий для меня. Самый лёгкий для меня. Самый лёгкий для меня. Что я не очень понравился. Когда начнутся гонения на интервенцию, это в первую очередь коснется в наших камерах. Новая власть требуется психологами. Специалистами по человеческим душам. Я не знаю, какое решение мне придется принять. Но я знаю, что. Служить новой власти я не стану и при каких обстоятельствах. Слухает? Алиса, отразиться на моих повестках. Саша, ты уедешь на всё. Ты пиши вон, в лице. Я обо всём позову. О, я без тебя никуда не поеду. Я быть хочу. Я даже обсуждать не хочу. И вообще, дорогой. Ты раньше, ты и не проживаешь, и проживаешь ситуацию. Как твоя ситуация? Давай я без тебя на трёх годах. Давай будем жить сегодняшним днём. Ведь в этом и заключается самосуть нашего счастья. Наше счастье. Настоящее. Ты будешь. Счастье для наших. И наших детей. Я тебя тоже люблю. ВСЕЛИТЕЙ ШУТВАНСЫ Звучит музыка. Звучит музыка. Звучит музыка. Звучит музыка. У нас на ноль. Нормально? Да. В чем стоит? Новокольник собирается в гости. А у нас недостача в команде. Нормально? Почему ты решил не участвовать в соревнованиях? Ты же подводишь своих товарищей. Или что дороже? Победа твоих товарищей или какое-то там застолье? Нет, ну, понимаете, просто меня попросили прийти взрослые люди. А я не могу им отказать. Взрослые люди. Нормально, нормально. Что ж, дело твое. Ну-ка, знаешь, тебе придется отстреляться в следующий раз, если ты хочешь остаться в сердце. Да, конечно, я сам этого хочу, я отстреляюсь. Наши предки считали за честь умереть на поле бритвы с оружием в руках. Ну-ка, а? Ну-ка, ну, я тебе пора задуматься о вступлении нашей организации. Как серьезно? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Я слышал себя, а то у нас есть длинные проблемы. Смогут? Хорошо, если что, я почувствую. Хорошо, если что, я почувствую. Хорошо. Выгонь на позиции. Норма. Заходим. А можно посмотреть? Ладно, посмотри. Норма, норма. Сядь в сторонку. 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 Ты откуда-то. Так, пошла вместе с вас. Кого у нас? Я. И что, увидела? Ну и что дальше? Я не дергаю. Ты до сих пор так и не определился, да? Все мечешься. Между своей стилей и товарищей. Эй, ты! Выбирай выражение. А что я такого сказала? Ведь твоя семья против твоего уступления в Медверье. А напротив политики Рейха. Помогили свои взгляды на митвы. Да какие к черту взгляды, Арми? Не сегодня-завтра все одинаковыстыщи будут выселять из страны. А те, кто не согласится уехать, их посадят в спецлагеря. Откуда ты это знаешь? Уж я-то знаю. А, ну да, конечно. Не зря ли твой парнинг облистался. Он мне и парнинг. Он мой фронт. Очень. Небось вам секреты фюрера рассказывают на ночь. Вместо сказки. За голосом, да. Дай лучше сигарету. Я не удивлюсь, что ты прогоняешь меня. Ты какую-нибудь девку. Из... Из девяти. Это в своем стиле. Что ты не сдержишь, Гэнки? Во-первых, у меня никого нет. А во-вторых, у нас с тобой нет никаких отношений. Кроме дружески. Да что ты такое говоришь? А не ты ли признала за меня чувства в свой прошлый день рождения? Или ты скажешь, что ты был пьян, и я вытащила с тебя те слова, да? Ну, какая разница, как там был? Ты ведь все равно мне отказался. Да, отказал. И правильно сделала. Потому что ты не решитель. Я хотела заставить тебя действовать. Я их действую. Да. Сидя здесь и наблюдай за тем, как состязаются двоих товарищей с людьми. Я не чувствую, давай не будем об этом. Ну, что с тобой? Ну, что с тобой? Скажи мне, а? А ты не видишь? Ты не видишь, что я зацеплю киски? Я должен сделать выбор, но я не могу этого сделать. С одной стороны на меня давит семья. С другой стороны товарищество. Если бы можно было жить, не делай никакого выбора. Просто жить! Похоже, ты замечтался, Губна. Так не бывает. Надо делать выбор между долгом и привязанностью. Я знаю, что так не бывает. Моральный авторитет твоей матери стал для тебя выше авторитета государства. И даже самого фюзера. Прекрати! Бать! Это не так. Тогда что мешает сделать тебе правильный шанс? Что? Что? Я не могу расстраивать мать. Для нее это станет ударом. Мать, мать, мать. Ты что? Маменькин сынок? Думай, что хочешь, и все. Ты не можешь так говорить. Вот ты и не давал клятву, как все остальные. Но ты с нами в одной лодке. И если ты не присоединишься к нам на митинге солидатности, то ты будешь предат. Ну, я очень прошу тебя. Будь с вами. Будь со мной. Никто не сможет любить тебя, так как я. Наша мать. Хорошо, хорошо. Я постараюсь идти на ваш митинг. Я буду с вами. Садисьunächst! Садись swiftly! Субтитры сделал DimaTorzok ordой 3-6-4-5-4-3. Садись Godzilla & maintenance. Садисьrawnyearг Звучит музыка. Звучит музыка. Звучит музыка. Звучит музыка. Ну, Хэйди, ну, пока не справится. Но я думаю, что Дедену нам поможет. А он придет сегодня? Должен прийти. Хэйди, как же я на него надеюсь? Я думаю, я думаю. Ну? Ну, я думаю, ты не делала. Потом еще отсюда. Ну, куда там, Хэйди? Нет, погоди. Пусть говорили. Ежедеский может поругаться. Нет, просто у меня на себя алюминия. Такой переказ. Может, парик чай? А, все. А, все. Делитесь, вы не готовы. Бега-бега-бега. Да и вообще, когда видишь столько книг, сразу понимаешь, то почему не знаешь? Прямо с аргановским мыслям. Так ведь книги для того и созданы, что проживает кто-то знаменит. К тому же овощ предложил записку, где объяснилась и вы не читает. Ну тогда уж точно, не пропаду от я ни слов. Ей даже не пропадет. Дети, я дома! Спасни- Устан fuelscountы Совсеместно! Я видел жизнь. Fund Kent Устан UM cafe Слышь, я не езжу, как ты не езжешь? Хорошо. Мама? Да? А тебя снова запах какая-то мне кажется? Тебе показалось, мам. Я просто стоял за рефреш. Смотри сюда. Дальше ей нападают волосы. Да. У нас-то все хорошо не дает. А у нас-то? А у нас-то днем с трудом прощали волосы. Волосы? Почему прощали? Пусть сама расскажет. Я расскажу отверстия. Мам-то? Послушай, меня требуют генея. Ты для начала получше образование. Да. А так вот, затем с трудом прощали. И не ущерб семье. Волосы нет. Извиняя это волосы. Но ведь там случились, что волосы это наше Отечество. Да, мы правы. Волосы вновь. Да, мы раз повторяем, что без семьи нет и Отечества. Хорошо. Ну что. Давайте пить чай. Чай на крючке. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Прости меня, Саша. 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 Мне нужно собраться с мощными, и в конце концов я постараюсь, я придумаю. Спасибо, дядя Елена! Спасибо! Спасибо, дядя Елена! Спасибо вам! Соткрывай, дядя Елена! Биг Файлер! Биг Файлер! Биг Файлер! Биг Файлер! Биг Файлер! Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 «Sимон» 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 «Симон» 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 «Sимон» «Симон» 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 «Симон «Симон» 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 «Симон «Симон» 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 «Симон «Симон» 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 «Симон «Симон» 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 «Симон «Симон» 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 «Симон «Симон» 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 «Симон «Симон» «Симон «Симон» 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 «Симон «Симон» 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 «Симон «Симон» «Симон» «Симон «Симон» 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 «Симон «Симон» 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 «Симон «Симон» 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 «Симон «Симон» 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 «Симон «Симон» 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 «Симон»